Музыкант Павел Куприянов играет на фортепиано с 7 лет. Регулярно выступает на концертах сольно и с оркестром. Сам пишет музыкальные треки, поет и работает саунд-дизайнером. С помощью одного синтезатора и библиотеки звуков он может сыграть и прописать партию для любого инструмента. Скрипки, трубы, гитары и даже барабанов. Для меня клавишный инструмент очень универсальный. Можно, ну вот любой звук, который есть, любого инструмента, его можно воссоздать как-то. Причем очень реалистично, потому что кто-то где-то там, какая-то компания, которая делает эти звуки, например, они берут там виолончелиста и он записывает каждую ноту отдельно. Вот он сидит и записывает, а потом ты нажимаешь одну клавишу и у тебя звучит эта нота, как будто это ты сыграл. Постановка рук, знание аккордов и гармонии. По мнению музыканта, сегодня всему этому можно научиться самостоятельно, благодаря интернету. Но этот путь не для каждого, поэтому многие по-прежнему предпочитают заниматься в школе с преподавателем. Педагоги часто помогают раскрыть талант и привить любовь к музыке. Марина Калмыкова работает в детской школе искусств уже больше 10 лет. Она преподает вокал и игру на фортепиано. Тяга к музыке проявилась еще в детстве. В 5 лет Марина Усичева пыталась подбирать на черно-белых клавишах простые мелодии. После того, как родители заметили это, ее отдали в детскую школу искусств. Уже после окончания музыкального училища Марина снова вернулась в родную школу, но уже в качестве педагога. Признается, что в жизни у нее есть две любви – это музыка и дети. И все это соединилось в ее профессии. Что касаемо игры на фортепиано, тут включаются очень большие такие нейронные связи. Для мозга это очень полезно. Вообще математика и музыка идут вместе. И музыка как раз развивает то же самое полушарие, что и отвечает за математику. В плане психологии, психиатрии для детей – это просто вещь незаменимая. Для того, чтобы научиться играть на фортепиано профессионально, педагоги советуют заниматься только на классическом инструменте. Чтобы правильно тренировать свой слух и технику, важно ощущать вибрации, тембр и глубину звука. Но для создания новых, не похожих ни на что мелодий и ритмов, нужен уже синтезатор, который в соединении с компьютером становится медиклавиатурой. Никита Колосов, Максим Гусев, События.